Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 19 июля, среда. Ну и, как всегда, о наболевшем, о самом актуальном. Начну с полумистической истории, почти сюжет для фильма боевика. Представьте себе, раннее утро, то есть солнце только-только всходит, дело происходит в Белоруссии, собралось несколько тысяч человек. Это бойцы Вагнер. Мне прислали ссылку на это видео мой бывший партнер по работе в сфере бизнес-разведки, бизнес-безопасности, который живет и работает в Южноафриканской республике. И это интересно, вы поймете дальше, почему. Это вообще сюжет для боевика или для детективного романа. Так вот, он мне прислал это сообщение. Почему? Что их взволновало? А Южная Африка это действительно взволновало. Итак, значит, вот это сборище Вагнера, которое состоялось, видимо, сегодня, ну, буквально на Зорьке. Присутствует Пригожин, который, судя по всему, больше жив, чем мертв, а также, судя по всему, Уткин. Происходит разделение, как бы, Вагнера на две части и оглашаются его планы на будущее. Начинается все с передачи флага со своей базы в Молькино, да, по-моему, Молькин называется. Они, да, Молькино, значит, они привезли этот флаг и оставляют, основная часть, видимо, собирается уходить в Африку, а для связи оставляют какую-то группу в Беларуси, которая будет заниматься своими делами, это будет у них штаб-квартира. О чем идет речь, я буквально процитирую, Пригожин речь толкает. Привет, парни, с прибытием в Беларусь, то есть, вот они вроде только-только все там собрались. Мы достойно воевали, вы сделали для России очень много. Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, которым нам не нужно участвовать. Мы должны дождаться того момента, когда мы сможем проявить себя по полной программе. Поэтому, внимание, принято решение, что мы будем находиться в Беларуси какое-то время. За это время поднимем свой уровень, сделаем это, я в этом уверен, белорусскую армию второй армии мира. А если понадобится, то вступимся за них в случае, если это потребуется. Но потом тут идут цельные шутки по поводу того, как местные белорусские девушки радуются прибытии Вагнера. Дальше о планах. Дальше готовимся, повышаем свой уровень и в новый путь, в Африку. И, возможно, мы вернемся обратно в тот момент, когда будем уверены, что нас не заставит посрамить самих себя и наш опыт. Мы привезли флаг Смолькина, который передадим Сергею, пионеру, который будет старшим здесь по направлению Беларуси. И вот загадочная, интересная фраза. Впереди у нас большое дело, самая большая работа в мире, которая будет проведена очень скоро. Ну и welcome to hell. Добро пожаловать в ад. Ну и здесь вопрос ему, уже закончилась основная часть. Евгений Федорович, Евгений Викторович, мы поедем. Вот здесь вот слово, которое обычно такое, оно на «п» начинается, на «ов» заканчивается. Поедем гасить их, ответ обязательно, их мы будем гасить по всему миру. Итак, планы. Во-первых, Пригоржин жив. Во-вторых, основная сфера деятельности – это будет Африка. Почему мне прислали это всё взволнованные люди из ЮАР? Им там Вагнер совсем не нужен. Остаётся, видимо, какая-то небольшая группа штаб-квартира, что ли, с флагом в Белоруссии, которая будет заниматься подготовкой местных. Но я не думаю, что это будет какая-то уж сильная подготовка. То есть их там немного останется. Основная двинется всё-таки в Африку. И внимание, там ожидается основная сфера деятельности Вагнера в обозревом будущем и собирается провести там самую большую работу в мире. Ну, учитывая специфику Вагнера, мы можем представить, что это такое. Поэтому я думаю, что специальная группа спецназа, САС британского Special Abound Service, которая была сформирована буквально в первые недели с начала российской агрессии против Украины, специально для того, чтобы бороться в Африке с Вагнером, должна, видимо, обратить внимание вот на это событие. Ну, я не знаю, тут назвали лучшие чувака в мире. Я вам напомню, что было дело, когда Вагнер в основном действовал в Сирии, когда они осмелились попереть в районе Дар-Разор на американский спецназ, который охранял нефтяные там поля некоторые. Так вот, их предупредили, чтобы они остановились, они вперли буро вперед. А потом один из немногих оставшихся вагнеровцев из этой группы, а группа составляла из 300 до 500 человек, он потом рассказывал, что на нас обрушился ад, который продолжался в течение примерно 27 минут, в ходе которого, значит, практически вся эта группа и погибла, там осталось некоторое количество раненых. То есть, речь о их суперэффективности слегка, мягко говоря, преувеличена. Почему они работают в Африке, это как раз для них, потому что там они, ну, там вот людоеды со всех сторон они нашли друг друга. Людоеды местного разлива, к ним приехали вот эти людоеды из Мордора, и они оказались нужны друг другу для того, чтобы грабить Африку, контролировать её так называемых правителей, ну и пользоваться, тем временем пользоваться её природными ресурсами. Кстати, Китай, сейчас вот говорят, борьба за юг, Китай тоже борется за юг, но он делает это иначе, путём мягкой силы экономического проникновения вот эти операции Вагнера беспокоит даже Китай. Почему мои контакты в Южной Африке взволновались этим событием? Ну, тут вот буквально на днях прошло сообщение, сегодня, по-моему, Песков сообщил, что Путин не едет на встречу БРИКС, которая состоится в следующем месяце в Йоханнесбурге, и этому предшествовала длительная история. Вопрос стоял так, арестует ли Путина при прибытии в Йоханнесбург на эту встречу, поскольку ЮАР является участником Римского статута, подписанта, то есть признаёт юрисдикцию Международного уголовного суда, и президент страны Ромофоса оказался перед дилеммой, что делать. Ну, где-то в 2015 году власти ЮАР нашли ответ на этот вопрос, то есть, если какая-то страна не хочет выполнять ордер Международного суда, она может вступить в переписку с ним, так сказать, юридические советы, юридическая процедура советы, типа посоветоваться с судом. Ну и вот оппозиция, демократический альянс, ЮАР заставил Ромофосу прибегнуть к этой процедуре сейчас. И вот недавно по требованию оппозиции переписка эта в ЮАР правительства с Международным судом была раскрыта в суде же, и там обнаружилось, чем объяснял Ромофоса, что он не сможет арестовать Путина. Он объяснял это тем, что Россия якобы пригрозила, что если, не дай бог, Путина там арестуют, то Россия вступит в войну с ЮАР. Это, конечно, была тупая и наглая ложь, потому что по то, что мне рассказывали мои бывшие коллеги, рассказывали они мне еще давно до этой истории, сотрудничество между Ромофосой и Путиным – это как сотрудничество между Путиным и Лукашенко, если не больше. То есть два людоеда нашли друг друга. Вплоть до того, что, внимание, инсайт, из Москвы, там, правда, не говорили по каким каналам, то ли по линии Главного управления Генштаба, то есть ГРУ российского, то ли это через ЧВК «Вагнер». Ну, короче говоря, подготовили и прислали этому Ромофосе пять подготовленных в России снайперов для борьбы с оппозицией, представителем этого демократического альянса. Они уже якобы выявили двух из этих пяти снайперов, личности трех еще неизвестные. Но вы представляете, уровень и профиль сотрудничества между двумя членами Брюкс. Брюкс, то есть один людоед готовит убийц и поставляет другому, чтобы он их использовал для своей внутриполитической борьбы. Поэтому, понимаете, о какой войне здесь можно говорить? То есть Ромофоса, если не сам додумался, то из российского посольства его подсказали. Вот придумали такую фигню и втирается в суду в Гаге. Думаю, что вряд ли это получится. Не прокатит, как говорится. Потому что в 2015 году, когда Ромофоса затеял такие же отписки по поводу, когда они хотели пригласить президента Судана Амара Аль-Башира, тоже людоед, известный был. И тогда, значит, суд Гаги не принял возражения правительства ЮАР. Ну и шансов на то, что примет, тоже на этот раз были близки к нулю. Поэтому разумно приняли в Москве разумное решение. Путин не едет. Ну, это, конечно, позорище, понятно. Попутно вскрылись еще, подноготное вскрылось взаимоотношений между Путиным и Ромофосой. Это вызовет, конечно, соответствующие процессы политические во взаимоотношениях правящей партии и демократическим альянсам. Короче говоря, судя по всему, Китай, конечно, он чуть не сказал несчастный Китай. Хотя не стоит его так называть, потому что он знал, куда он влез, среди каких крокодилов оказался. Но это последнее, что ему сейчас нужно, тем более, что ему надо что-то делать с экономикой. Ему нужно развивать отношения с Африкой. Нужно, чтобы там Россия как-то примирила или усмирила свои аппетиты. Ну и тут еще вот такая скандальная информация по поводу поставки убийц туда-сюда. Это, конечно, ужас. Вот такая вот ситуация. То есть, Путин не едет, войну никакой никто не собирался объявлять. Но Путин становится... Ну, он пахнет. Он нехорошо пахнет, поэтому никто не хочет его пускать в свой дом. Даже те люди, для защиты которых он посылает профессиональных убийц. Вагнер. Тема Вагнера. Опять тема Вагнера. Значит, несмотря на то, что мятеж состоялся давно, аналитики, ведущие средства массовой информации мира, продолжают размышлять, что оно, что этот мятеж означает, какие симптомы показывает и какие болезни он вскрывает. Болезни, естественно, путинского режима. И мне понравилась в этом плане статья сегодняшняя, статья The Economist. Я вам некоторые тезисы и некоторые мысли хочу рассказать. По мнению аналитиков The Economist, этот мятеж Пригожинский показал эрозию государства и хрупкость режима, его базовой поддержки со стороны населения. До сих пор диктатура Путина опиралась не на массовые чистки, не на жёсткое массовое подавление недовольных масс, а на разжигании вражды между различными властными, провластными группировками, в результате которых Путин становился как бы их арбитром. Он науськивал одну группировку на другую, вот эти все пресловутые башни Кремля. Ну и таким образом он был первым среди равных. И вот именно на этом держалась его власть. То есть это всё работало в мирное время и неплохо работало, долго держался у власти. Но чёрт дёрнул этого придурка начать войну против Украины, когда система напряглась и дала трещину. Оказалось, что больше эти аппаратные, как бы я сказал, игры, они не работают. Кстати, я хотел бы обратить ваше внимание. Аппаратные игры – это то, что погубило Советский Союз. Это то, чем занимались высшие должностные лица, власть Советского Союза последние годы существования страны. Несмотря на то, что КГБ, то есть тогда даже разведку бросили на мониторинг внутриполитической, экономической ситуации в стране. То есть информации шло полно. Но председатель КГБ Крючков, опытный, аппаратный, у него вся жизнь прошла в аппаратных играх. И все другие члены Политбюро начали плести заговоры против одних, союзы против других. В общем, именно тогда мой знакомый, мой приятель по университету Вячеслав Барандаусов изрек безмертную фразу о том, что происходит в стране, он сказал. «Борьба с борьбою борется, и борьба борьбу борьбет». Ну вот оно и все. После этого вскоре цены на нефть рухнули, все напряглось, и вместе со всем этим рухнуло и государство. Вот нечто подобное происходит сейчас в результате той агрессии, которую затеял Путин. Поэтому, значит, как отмечают аналитики The Economist, мятеж Пригожина означает не… То есть он показал, что борьба уже… Если раньше борьба между различными башнями Кремля и кланами проходила под ковром, то теперь она выползла наружу и вылилась в публичный раскол. Но одно и то же группа. Это не была оппозиция против режима Путина, против военного, так сказать, электората. Это был раскол одного и того же провоенного электората или провоенной базы поддержки Путина. С одной стороны, это те, которые хотели, ну и так, чтобы воевать немножко, а с другой стороны, чтобы это все как-то так мягче было, чтобы вроде все нормально в стране, все хорошо, жизнь идет как обычно. А вот где-то там, далеко, это специальная военная операция. А с другой стороны, это псы войны, которые требовали решительных действий, больше крови, больше решительности и так далее. Вот вторую категорию, второй клан представлял и Пригожин, и выражал его мятеж. К ужасу Путина вот этот раскол он затронул и вооруженные силы, и он еще там по-прежнему. То есть, теперь это не просто, ну, какой-то демократической оппозиции вообще считается, там нет. Он был пропутинский, да, провоенный электорат, и теперь он раскололся. Посмотрим, как он раскололся. Левада-центр, как его называют, независимый, независимый центр исследования общественного мнения, обнаружил, что 92% россиян в той или иной степени следили за переворотом. Ну, будем считать 100, легче так будет. Почти половина из них сочувствовала Пригожину. Вернее, эта часть населения разделяла его критику в адрес коррупции, военной некомпетентности и лжи о войне. Я бы вот рекомендовал властям на Банковой запомнить эту фразу и хорошо ее обдумать, потому что в России 50% населения поддержало, выступило против президента, поддержало бандита, рецидивиста, как говорит Гиркин, он еще и психопат, судя по всему, он прав, то есть личности совершенно не социальной, аутсайдера или маргинала, поддержало из-за коррупции, военной некомпетентности и лжи. Это несмотря на массовую работу пропаганды кремлевскими средствами массовой информации, выделение громадных денег, если учитывать, что правящие круги в Украине, то у них и денег поменьше, и зомбоящик у них всего один, который называется марафон. То есть так надо быть очень-очень-очень осторожным, на это вряд ли можно выезжать долгое время. Ну дальше, значит, 50% поддержало Пригожина, но Пригожина ли, они поддержали критику Пригожина, которая доносила со стороны Пригожина в адрес путинского режима. Хотя, дальше вторая цифра, хотя самому Пригожину доверяли только 78%, чувствуете? То есть 78% считали, что он негодяй-бандит, но они поддерживали его лозунги и сочувствовали ему, они хотели, чтобы этот бандит скинул этого урода, который сидит в Кремле. Вот какая ситуация. То есть поддерживали массы, вот эти, которые 50% сочувствовали якобы этому мятежу, они поддерживали не Пригожина. Это был как бы протест против Путина, бункерный осточертел. Это другая, так сказать, колокольчик такой, который должен настораживать любителей манипуляций с общественным мнением, считающим, что на этом можно долго просидеть на табуретке. Ну и дальше, значит, что хуже еще для Путина, это то, что мятеж Пригожина привлек, он расширил, он расширил антипутинскую базу, поскольку вот в этот раскол критику Путина, то есть фактически на сторону Пригожина, условного Пригожина, скажем так, стала значительная часть военных, так называемых, патриотов, которые до сего времени поддерживали Путина. То есть раскол кругом, раскол в правящей элите, раскол в армии, раскол в массах, раскол в вате произошел фактически. То есть таким образом расширилась антипутинская база среди населения, которая обычно поддерживала Путина, и получилось, что недовольных почти 50%. То есть это серьезнейший удар, серьезнейший удар по режиму. Мятеж также показал, что один несчастный телеграм-канал, он переплюнул всю машину пропаганды Кремля. То есть Пригожин, который доносил свои месседжи до масс, действовал исключительно через телеграф, и это оказалось более эффективно, чем путинская пропагандистская машина. Это тоже урок. Я почему это все рассказываю, чтобы мы, так сказать, понимали ситуацию в Украине, как она может дальше развиваться, если не принимать во внимание уроки в других странах, как говорится, умные учатся на чужих ошибках. Так вот, значит, вот это тоже история насчет телеграмма переплюнувшего путинское телевидение. Это тоже урок для марафона, который свидетельствует о том, что мародерство во время войны, некомпетентность не могут компенсировать на длинном отрезке времени. То есть зомбоящик не может их заглушить и компенсировать на длительном отрезке времени. Рано или поздно это выплеснется и может выплеснется очень плохо. Оказалось, что в России менее четверти молодых россиян, всего менее четверти доверяют телевидению. Вот мне интересно, сколько в Украине людей доверяют марафону. Дальше говорится, что Путин, то есть Путин так до сих пор, он до сих пор потрясен этим мятежом, и об этом свидетельствует то, что он фактически не наказал, так сурово не наказал. Пригожин жив, прекрасно себя чувствует и отправляется в Африку с тем, чтобы вернуться обратно, когда страна или ситуация потребует этого. Затем он рассыпался в похвале спецслужбам и тем воинским подразделениям, которые никак не помешали продвижению Пригожина в Москву над ним. Все смеялись. Он делает вид, как идиот, я имею в виду Путина, что он этого не понимает. Он поступал, как в традиционной ситуации в КГБ, как у нас говорили. Каждая операция спецслужбы заканчивается награждением непричастных и наказанием невиновных. Ну и вот он наградил похвалой своих непричастных, которые к этому не имели никакого отношения. То есть он обеспокоен и подрывом своих позиций среди населения, электората, а также расколом в армии. Дальше все будет зависеть, будущее его режима будет зависеть от ситуации на поле боя в Украине, где удар недавний по Керченскому мосту стал еще одним ударом по Путину и его режиму. И вот тут интересно, заключение последнее, очень важное с моей точки зрения. Если украинцам удастся проломить эшелонированную оборону россиян в ходе контрнаступления, то это может оказать самое прямое существенное влияние на политическую власть Кремля. И дальше цитирует, как сказал один иностранный военный источник, «Это все равно, что бить кувалдой по кирпичной стене. Если она рухнет, то за ней может оказаться пустота. Или не так уже и много». Короче говоря, сейчас на поле боя, где инициатива принадлежит ВСУ, решается судьба путинского режима. И, наверное, Путин догадывается об этом. Ну и теперь перейдем к внутренним интересным, опять-таки, шпионско-диверрессионным спецслужбистским делам в Украине. Прежде всего, хочу сделать еще раз дисклеймер. Как-то я вам рассказывал о том, что те должностные лица в Украине, которые, по мнению ФБР и ЦРУ, были связаны с российскими спецслужбами, которые, в конце концов, были сняты со своих должностей. Я имел в виду, прежде всего, Руслана Гемченко. Так вот, он, значит, был снят со своей должности, и потом была информация о том, что он нашел работу. Ну, такую, не постоянную, но какую-то работу нашел в СВР Украины. Поступило опровержение оттуда, которому я не могу не верить, очень из достоверного источника о том, что его не взяли. Он, да, появлялся в СВР, в лесу, как его называют в узких кругах специалистов в Киеве. Пооколачивался там, очень хотел получить работу, но не получил. И слава Богу. Ну, а сегодня мне прислали удивительный документ. Ваня Баканов, которого, как в детской сказке, помните, там ищут пожарные, ищут милиции. Столько времени искали, где Ваня, пропал, жив ли он. Ваня появился, появился, и оказалось, что он стал членом Совета адвокатов или Лиги, или Коалиции адвокатов. Там написано у него в этом адвокатском удостоверении Совета адвокатов Полтавской области. Ну, может быть, кто-нибудь не поймет, почему адвокатам, зачем адвокатам и так далее. Объясняю, это очень продуманный, тонкий ход. Оказывается, по законам Украины, адвокат, то есть, против адвоката и против, как и против депутата Верховной Рады, какое-то расследование, обвинение, то есть, расследование, начнем с расследования, можно, или какие-то следственные действия, можно проводить только по разрешению генерального прокурора. То есть, одна инстанция, которой всегда можно на нее повлиять, всегда можно найти того, кто сделает звонок этому генеральному прокурору, имея связи выше, чем этот генеральный прокурор. То есть, там всякие ДБР, тогда суда, это все вот эти антикоррупционные, даже СБУ не может это делать, только генеральный прокурор. Короче говоря, смысл, смысл Вани, ставшего адвокатом, вряд ли он, конечно, будет заниматься, ему это не нужно, адвокатской деятельностью. Он обеспечил себе крышу. И, я думаю, он сделал это не один, а ему подсказали, ему подсказали его коллеги, друзья, которые находятся по-прежнему в высшем эшелоне власти страны. Это тот Ваня Баканов, которым, ну, косвенно я им рассказывал, последний буквально, одно из предпоследних видео, где я говорил о том расследовании, которое проводят два комитета Палаты представителей в отношении того, как СБУ при Ване, при Ване Баканове дезинформировало ФБР. Мне, правда, некоторые написали, что ж такое ФБР, как так могли ФБР обмануть, что ж они там, лохи, не лохи, господа. ФБР, которым поступило со стороны СБУ, там, наверное, пол-СБУ на это работало, и прислали тысячи, тысячи аккаунтов, которые, значит, по утверждению СБУ, были пропутинские и антиукраинские, поэтому их надо закрыть. Тысячи и семь человек ФБР, которые выделили для работы на это, но они не могли этим делом, не могли они всё это просчитать, проверить. Тем более, что я уверен, что знающих язык украинский среди этих семи, вообще, если там был один-два человека, то это ещё хорошо, они и не знали. Кроме того, ФБР занимается массой дел. Это все федеральные преступления, то есть, которые выходят за пределами одного штата, плюс шпионаж, плюс кибершпионаж, плюс борьба с терроризмом, то есть, масса дел по всему миру. Но тут идёт война, союзник, которому нужно доверять, иначе как, иначе как работать. Поэтому никто даже не проверял со стороны ФСБ вот эти все аккаунты. Поэтому так это и получилось. Вот примерно так же получилось. Где-то американцы, конечно, они наивные, потому что во время Второй мировой войны, когда Америка, я вам скажу, была до ЦРУ, была у них организация, организация, которая, значит, ОСС называлась. Так, одна из направлений работы была пропаганда в пользу Советского Союза среди американской аудитории, для того, чтобы аудитория, чтобы американцы понимали, почему такое огромное количество денег тратится на изготовление вооружений, которое отправляется по Ленд-Лизу в Советский Союз. Я помню, я смотрел одну из этих фильмов о великом советском народе. В советском тогда говорили, у меня слёзы на глазах, слёзы вышибало. То есть, советская пропаганда не могла так талантливо сделать аналогичный фильм, как это делали предшественники ЦРУ. Ну, так вот, значит, вот это тот самый Ваня Баканов, при котором произошло засилье, как утверждают, значит, ЦРУ, ФБР, а теперь ещё два комитета Палаты представителей, засилие и проникновение российской агентуры в СБУ. Теперь он на заслуженном отдыхе адвокат, прикрытый, значит, корочкой адвоката. И сегодня же, сегодня же ещё одна новость. Полковник Червинский, профессионал, бывший офицер ГУР, полковник, который брошен за решётку, по моему глубокому убеждению, за то, что он отстаивает идею о том, что, значит, операция по вагнеровцам была провалена, ну, а кто провалил, уже вы, наверное, знаете. Кстати, один из фигурантов это дело был, подозреваемый, был то же самое Руслан Демченко. И вот сегодня продлили его пребывание под стражей за решёткой ещё на два месяца. Как я понимаю, значит, в чём проблема, так, по большому счёту, Червинская, ему какую-то ерунду там шьют. То есть, вы только вдумайтесь. Вот прошла информация официальная из украинских источников о том, что миллиард, практически миллиард в прошлом году по линии мира Мороны был выведен в офшоры, якобы на приобретение оружия, и там его и не стало. Ну, и потом остальное. Яйца по 17, я уже не буду всё это перечислять. И пока никто не спешит наказать виновных. По-моему, в отношении этого миллиарда выведенного в офшоры сейчас затеяли какие-то там гражданские иски от Министерства обороны или от Министерства обороны. Это балаган просто, цирк Шапито. Там надо уголовные дела открывать, потому что понятно, что выводили деньги для того, чтобы их украсть и спрятать. Однозначно. Так вот, значит, Черевинского хотят засадить, а вместе с ним, может быть, и других участников рядовых этой операции для того, чтобы покрыть это, скрыть это дело. А почему скрыть-то? Потому что, как сообщают участники этой операции, команду на то, чтобы их всех уволили, те, кто принимал участие в планировании операции, убрали из ГУР и уничтожили всю документацию. Но в этой документации там был, ну, бриллиант был или золотой самородок был, потому что ребята, то есть офицеры вот эти, которые работали, они в процессе операции собрали сведения о огромном количестве, во-первых, представителей ГУР, Вагнера, а также Главного управления Гирштаба, то есть ГРУ, российского ГРУ. Именно среди них они искали кандидатов, да, вот этих, которых потом должны были захватить. То есть это бесценная, ну, скажем так, бесценная, может быть, громко сказано, чрезвычайно ценная информация о враге, причём она ценная не только для украинских спецслужб, которые можно использовать для борьбы с врагом, но она также чрезвычайно ценная для американских спецслужб, для британских спецслужб, которым вот вы с чего начали, что теперь надо им бороться с тем же Вагнером на территории Африки. Так вот, значит, по указанию Ермака было уничтожено, и это, вернее, он дал указание уничтожить эту информацию. Но, к счастью, к счастью, патриоты сохранили эту информацию. Она у меня есть. Поэтому, вот я думаю, что те, кто затеял это позорное дело против полковника Червинского, должны одуматься, остановиться, иначе, вы понимаете, это не просто там расправа над неугодным полковником и другими профессионалами из ГУРа. Это ещё попытка уничтожить разведывательную информацию о враге. Понимаете? То есть, получается, что Ермак дал указание уничтожить информацию о враге, чтобы она не стала доступной для тех же спецслужб Украины, а также союзников, которые позволили бороться бы эффективно с этим врагом. Ну и некоторые мысли у меня возникли в этой ситуации. Когда на днях закончилась встреча контактной группы по Украине в группе «Рамштайн», выступал на пресс-конференции председатель комитета начальников штабов генерал Милли, который он назвал ситуацию сейчас на поле боя как нестабильную, напряжённую. Ну, я вспоминаю начало Гитлера, вторжения Гитлера в Советский Союз, июнь. Ситуация напряжённая, нестабильная, и Сталин, по его указанию, из-за решётки выпускает тех, кого не успели расстрелять и сгноить в ГУЛАГе. Среди них был генерал Рокоссовский, ставший один из видных маршалов Победы. То есть, даже этот вампир и кровопийца понимал, что когда на карту поставлена жизнь страны, тут уже не до того, нравится тебе этот генерал, говорил ли этот генерал тебе дерзости, или он тебе лизал хорошо все выпуклые места. А сейчас не до этого, надо спасать страну. Ну, и вот, наблюдая о том, как садят Червинского, как спасают Баканова, у меня возник вопрос. То есть, я наблюдаю кадровую политику сейчас, которую проводит тот же Ермак, и в целом она, ну, так вот, общая картина. То есть, в вооружённых силах Украины и в спецслужбах Влада меняет профессионалов на агентов ФСБ. Сняли Баранецкого для того, чтобы назначить туда Наумова, агента ФСБ. Или втягивать туда на все ключевые должности, куда только возможно, представителей режима Януковича, а это тоже было ФСБ, в засиле их татаров там и прочие деятели. Тот же самый, не к ночи сказано, будет Руслан Демченко. И плюс ещё дилетантов. И вот в этой связи, значит, генерал Марченко и Кривонос. Но эти люди должны быть сейчас на поле боя, напряжённейшей ситуации действительно. Кстати, искусственный интеллект, как я вам докладывал, прогнозировал возможное наступление, массированное наступление врага на Харьковском направлении. Ну, сейчас вот вроде оно и началось. То есть, соображает интеллект. Поэтому вот такие генералы Марченко и Кривонос должны быть там. Но вместо этого, я не знаю, кто там сейчас руководит, это самое, как её, фельдмаршал Безугла, наверное, да? А вот такие заслуженные генералы Кривонос, которые, возможно, Киев спас, вывез в строй аэропорт Жулианы, Марченко. Он не позволил полностью, ещё быстрее, ещё больше захватить юг Украины, несмотря на все предыдущие попытки там разминировать, отвезти туда войска. Тоже неудел. Генерал Бурба, который очень эффективно сотрудничал с союзниками, разрабатывал блестящие операции. Вместо этого посадили, значит, блогера, который может глазки 27 секунд, умолча глядя в камеру, строить непонятно кому и зачем. То есть, вместо профессионала генерал-полковника Бурбы сейчас сидит медийный персонаж. Ну, и господин Баранецкий, генерал Баранецкий, которого надо было поменять, значит, слишком, да, который ходил в операции вместе со своими подчинёнными, лично участвовал, а не просто сидел в кабинете. Такие не надо, оказались не нужны власти, и их надо, то есть, вместо него надо было посадить агента ФСБ Наумова. Всё это очень печально, потому что вот такая кадровая политика, то есть, даже Сталин, кровопийца и кровосос, не поступал так. То ли это, ну, совсем колоссальная глупость, то ли она граничит просто, да, ну, на грани провала. И тем не менее, господа, тем не менее, как всегда, слава Украине и её вооружённым силам, враг будет разбит, победа будет за нами. Но вам, друзья, выдержки, мужества и твёрдой уверенности в нашей окончательной победе. С режимом Путина завис в воздухе. Надо кувалдой пробить эту кирпичную стену, и там окажется пустота. До новых скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok